Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 6, 26 и книга Притч 22, 1, мы зададимся вопросом «Доброе имя — это благословение или проклятие?» Сначала прочитаем Евангелие от Луки, 6 глава, 26 стих. Здесь сказано «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». И следующий стих, книга Притч 22, 2 глава, 1 стих. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь». И можно посмотреть еще и «Экклесиаст 7, 1» «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения». Как совместить, прежде всего, вот эти два первых стиха один с другим? «Христос говорит, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». А действительно, если о ком-то все говорят хорошо, то, может быть, этот человек достиг предела своей популярности, пика некого, а после этого люди начнут говорить по-разному. Ну, большая часть по инерции будет продолжать говорить хорошо, но потом появятся там некоторые, которые будут говорить плохо, а может быть, под конец только немногие будут говорить хорошо, а в основном толпа будет говорить плохо. Настроение толпы очень переменчиво, и мы знаем из Писания, из Евангелия, прежде всего, когда Христос входил в Иерусалим, то его приветствовали радостными восклицаниями, Асана, сыну Давидову, и через некоторое время настроение толпы поменялось, и они стали кричать, возможно, те же самые люди, «Распни, распни, распни его!». Таким образом, верующий человек не должен обращать внимания на то, что называется популярностью, потому что сегодня она есть, завтра кто-то скажет какое-то гнилое слово о вас, и все сразу резко поменяется. Поэтому относитесь очень осторожно к переменчивым суждениям. Если кого-то сегодня хвалят или вчера хвалили, а сегодня равнодушны к нему, а завтра будут ругать и поносить, уже в этом есть некая непоследовательность со стороны людей, которые вот так относятся к человеку. И есть своя ценность страдать за правду, то есть терпеть поношение. Причем злые слова иногда убивают человека, они убивают репутацию человека, они могут разрушить то служение, которое совершает человек перед Богом. И чем успешнее то служение, которое совершает человек перед Богом, тем с большей активностью кто-то будет выступать против этого человека. Но смотрите, что пишет первоверховный апостол Петр. Это первое послание Петра, вторая глава, 21 по 23 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Но иногда, братья и сестры, случается так, что нас обличают, злословят, можно и так сказать, по делу. То есть говорят правду. Первое Петра, 4 глава, 15-16 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Мне один священник рассказывал о том, что в молодости он ввел очень такой легкомысленный образ жизни, уже будучи клириком церкви, будучи иереем. И у него были очень хорошие связи в церковном сообществе. Люди любили с ним отдохнуть, вместе посидеть, выпить на природе, что-то еще. Но при всем при этом он вел себя иногда неадекватно. Но получилось так, что через какое-то время он стал подтягиваться. Он стал менять свой образ жизни. Он более ответственно стал относиться к тому, что он священнослужитель. И что получилось? Он потерял многих своих друзей, в том числе и с числа церковных. Им стало просто неинтересно с ним общаться. А когда кто-то из них приезжал к нему, он говорил, а давай Акафис почитаем, давай вот обсудим такую-то богословскую тему. На него смотрели как на сумасшедшего и говорили, слушай, у нас выходной все-таки. И вот нам, друзья, важно понять, что если какой-то период нашей жизни, мы живем неправильно, и ничего не происходит, этот период называется период долготерпения. Господь ждет нашего обращения. А когда мы начинаем, казалось бы, исправляться, и вдруг злословие нам напоминают те грехи, которые с Божьей помощью мы и жили уже в своей жизни, мы уже не творим эти грехи, нам их ставят на вид. Почему? Дьявол это делает с одной целью, чтобы отбросить нас назад. Чтобы мы махнули рукой на собственное исправление и вернулись в ту же грязь. А Господь попускает это, чтобы мы усилили духовную брань. И засучив руки, стали более активнее бороться за собственное очищение. И церковные таинства нам в этом, конечно же. И беда, если верующий человек страдает не как христианин, а как грабитель, вор, блудник, не дай бог. Смотрите, что пишет первоверховный апостол Павел, это 2 глава, 22-24 стих. «Проповедуя не красть, крадешь». О ком он тут пишет? О проповеднике христианском. «Проповедуя не красть, крадешь». «Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников». Есть люди, которые являются носителями дурной информации о других людях. А как им убедиться, в том, исправился человек или нет? Активизация слухов против епископа, против священнослужителя, она может искусственно вызываться, то есть не подпитываться со стороны самого этого человека какими-то конкретными деяниями. Поэтому, прежде чем обличить человека в глазах другого человека, христианина, мы должны встретиться с тем, кого мы собрались обличать на просторах интернета или в личном разговоре, или там письменный донос готовим, или что-то еще подобное. Это заповедь Христа, обличи один на один. Если послушается, что значит послушается? Он скажет, брат, да я согласен с тобой, сестра, да Господь мне помог вылезти из этой клоаки, может быть, и твоими молитвами. Если послушается, приобрел ты брата, приобрел сестру, а если не послушается, возьми двух-трех, и при устах двух-трех свидетелей, да будет верно всякое слово. А если двоих-троих не послушается, только тогда можно поведать церкви. А что значит церковь? Сектанты считают, двое-трое – вот уже и церковь. Сказано же, где двое или трое собраны во имя Христа, там он посреди. Нет. Двое-трое – это не церковь. Сказано, а если не послушаются двоих-троих, повежь церкви. То есть епископу, пресвитеру начинать надо, конечно, с настоятеля прихода. А не так, что, услышав о падении брата или сестры, начать бегать и всем об этом рассказывать. Я был ошарашен, когда однажды на исповеди подошла одна женщина, причем в возрасте, и она сказала о другой женщине, о христианке. А вы знаете, вот эта ходила, молилась, она в блуд впала. Я говорю, а почему вы так об этом рассказываете? Почему вы себе позволяете так об этом говорить, так к этому относиться? Это сестра наша впала в блуд, или там брат наш впал в блуд. Это отец наш духовный впал в грех. Это грех хамства, особенно по отношению к священникам. Слышу что-то против священника, не дай бог, против епископа, или патриарха, сказано начальствуящее в народе твоем не злословие, надо уши затыкать и убегать. Иначе ты станешь соучастником злых дел. А грех хамитства – это самый суицидальный грех. Он так и сокращает жизнь человека. И напротив, почитай отца родного, крестного, духовного, и продлятся твои дни на земле. Почитай отца и мать. Мать наша – церковь, она нас тоже рождает. А если ты злословишь церковь, как на славянском говорили, бредословишь церковь, что же в этом хорошего? Итак, друзья, берегите себя от гнилых слов, даже если не вы их произносите, а они произносятся в вашем присутствии. И наберитесь мужества не только убегать в этой ситуации, но и высказать, сказавшему, что никакого отношения к христианству он не имеет, как минимум, ибо не исполнил заповедь Христа. Один на один, двое, трое, и потом повешать церковь. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о предстоящих беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.